В 2008 году мне предстояло написать несколько книг по кулинарии. И я подумал, что неплохо было бы мне поехать в Азербайджан и как-то немножечко освежить свои знания об азербайджанской кухне. Потому что мы же жили в Узбекистане, и я преимущественно готовил узбекскую кухню. Но у нас были родственники, мы что-то готовили азербайджанское. Я смотрел у наших родственников, как они готовят. Мы ездили в Азербайджан, бывали в гостях. Но чтобы освежить вот эти знания, я поехал в Азербайджанскую кулинарную экспедицию. Собрал видеокамеры, все оборудование, собрал команду. И мы с телевизионной съемочной группой проехали по всему Азербайджану. В каждом городе, в каждом районе мы оставались 2-3-4 дня. Снимали те ключевые, характерные для этого региона блюда. И, конечно, это уникальность Азербайджана в том, что в каждом регионе готовят что-то особенное. Но при этом это понятно, что вот это все равно азербайджанская кухня. Ну, а что говорить? Люди тоже чуть по-разному выглядят. Акцент у людей тоже чуть по-разному бывает в разных регионах. Но все равно мы же остаемся азербайджанцами. Правильно? Вот, например, я к своему стаду очень плохо говорю по-азербайджански. По-узбекски лучше разговариваю, по-английски еще лучше. Русский язык для меня родной. Но от этого же я не перестаю быть азербайджанцем. Понимаете, кровь же не вода, ее не заменишь. По результатам той поездки в Азербайджан, я думал, что я напишу одну книгу. У меня не одна книга, у меня две книги получились. Это были две большие толстые книги. Как раз одна из них победила на конкурсе во Франции. И была после этого устроена презентация. Фонгейдара Алиева предложил мне провести презентацию этой книги здесь, в Москве. Пригласили всех послов со всех стран. И пришли послы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, каких-то других дружественных нам государств. В том числе пришел посол Турции. И он мне сказал, ну, в следующую книгу о чем будешь писать? Я говорю, если поспособствуете, если сможете так же организовать мою поездку, как организовали для меня в Азербайджане, я поеду в Турцию и готов поехать познакомиться с турецкой кухней, найти ее особенности, характерности и рассказать. Ведь турецкая кухня интересна россиянам. Иначе не ездили миллионы россиян каждый год на отдых в Турцию. Они едут, им все нравится, люди нравятся, отдых нравятся, еда нравится. Значит, надо рассказать им об этом. Кроме того, знание смежных кухонь. Вот для меня, например, я считаюсь специалистом в узбекской кухне, и некоторые вроде в азербайджанской кухне. Но когда ты узнаешь соседние кухни, иранскую хорошо изучить, арабские кухни, турецкую кухню, какие-то кухни северо-кавказских народов, это способствует улучшению знания своей родной кухни. Потому что потом начинаешь понимать ее историю, потом понимаешь, начинаешь ее особенности, и понимаешь ее интегрированность, связанность с другими кухнями. Практически можно проследить массу особенностей, которые начинались где-то на востоке, а теперь проявили себя во Франции. Вот, например, котлома. Все знают, что такое котлома, да? Но во Франции готовят очень похоже, называют круассан. И эта победа не только моя личная, это победа всех жителей Узбекистана, Азербайджана, всех тех народов, рецепты которых вошли в эту книгу. И мне было чрезвычайно приятно увидеть на дипломе рядом с моим именем Сталик Хантишиев надпись «Узбекистан, Россия и Азербайджан». Я никогда не забуду, что я родился и вырос в Узбекистане. Я пронесу благодарность этому народу через всю свою жизнь. Я сейчас живу в России и работаю в России. И я рассказываю об узбекской и азербайджанской кухне. Поэтому на дипломе было написано все правильно. Во-первых, наша кухня – это результат огромного опыта всех наших предков. Это результат огромного культурного обмена с другими соседними, дружественными народами. Ведь практически азербайджанцы никогда не жили в изоляции. Мы всегда торговали, мы всегда перемещались. И в древние времена тоже азербайджанские торговцы наверняка ходили и в Индию. И индийцы приходили в Баку, например. Они еще не просто так, не с пустыми руками приходили. Шелковый путь проходил через наши страны. И поэтому весь опыт кулинарный, который, например, где-то зарождался в Китае, или в Турции, или где-то в арабских странах каких-то, в Индии, это все стекалось к нам, и мы все это творчески, качественно перерабатывали. Я, например, с удивлением для себя сейчас обнаруживаю очень интересные совпадения во многих блюдах между Азербайджаном и Индией. Вот, например, в Шихте готовят блюда ферни. Вот не поверите, точно такое же блюдо, и точно так же называется, готовят в Индии. И какие-то блюда из индийской кухни, например, кичри, готовят их в Узбекистане. Плов, например, готовят по всему Востоку. И у нас есть свои уникальные рецепты плова, которые не готовят нигде. Но вместе с тем, эти пловы, рецепты этого плова, это результат многих сотен лет работы, и плюс культурного обмена с другими народами. Когда культурный обмен происходит цивилизованно, когда не присваивается себе, не говорит, что это сразу, это мы придумали. В этом ничего страшного нету. Это хорошо. И, например, я буду рад, если чем больше людей будут готовить азербайджанские блюда в мире, и если им это будет нравиться, я буду только рад. И, в конце концов, хлебосольство, щедрость, гостеприимство нашего народа – это не пустой звук. Мы должны делиться самым лучшим. От нас, от азербайджанцев в окружающий мир должно исходить только самое лучшее, самое хорошее. Что мы можем сделать руками? Что душа наша может сделать? Что наше сердце может сделать? Что наш ум? Это мы должны нести окружающим, чтобы на нас, на азербайджанцев, смотрели с большим уважением. Субтитры создавал DimaTorzok